народ всем здорово газу и по полю сервис красные веки везу форсанки прислали мне с ремонта забрал в транспортной компании с тобой коробки может сейчас открою при вас там приеду покажу машина стоит на улице заодно будет менять еще на этой машине распредвал для тех кто помнит те помнят что у меня стоят стоит евро 3 распредвал для тех кто не помнит еще раз рассказываю когда делали тогда головку сажрала распредвал рокера некоторые меняли распредвал с евро 3 машина мне достался там грубо говоря за долги мастера поэтому поставили его они подходят все нормально то есть на евро пятую машину можно поставить евро 3 распредвал а вот на евро 3 евро 5 нельзя поставить из-за фарсунок и сейчас не моторист позвонил еще на прошлой неделе говорит есть распредвал хороший евро 5 будем типа ставить менять то есть оригинальные вообще идеальные конечно будем ставить меня такая коллега сейчас ледяная дорога проедут две встречки я буду проезжать что-то камаз там остановился не знаю зачем меня что-либо пускать вот о такой тачке я мечтал кстати они сами окупил него так что такие дела вот она стоит моя бедолашка с оторванным бампером хоба так сейчас пойду возьму форсунки поставлю сюда . наверняка открыто вот они форсунки мои одно раскрутил достал что тут вам показать особо не хрена полный ремонт распылители клапана 6 штук лежат все жирные сейчас достану поездов там наоборот за суд алексей потом приедет возьмет их починит ремонт форсунок обошелся мне если не соврать там 132 тысячи это без ндс цена потому что с ндс не работает этот парень но парень очень дотошные не могу сказать что он начинающий какой-то дизелист но раньше как я понял со слов виталика он работал в конторе а потом закупил себе оборудование начала работать на себя и тут в балашке в железнодорожной показывал в предыдущем наверно ролики куда мы возили алексей обещал сегодня поставить форсунки распредвал все от репетировать и вечером машину отдать ну не знаю поеду я за ней сегодня или нет если сегодня нет то завтра и после того как я уже прокачусь на ней пойму изменилось что-то по тяге не главное расход как бы знаете ну не прям уж так важен она кстати не жрала нихрена там компьютер бортовой показывает что попало 47 литров расход но у меня же стоит глонас на всех машинах теперь и на этой и по глонасу там расход хрена нихрена по самом деле даже по-моему 35 но где-то в районе 35 литров врач от не буду вот мне конечно главное чтобы она поехала по-человечески чтобы нормально все было хотя она я еще раз повторюсь без прицепа едет прекрасно с прицепом едет хорошо с пустым а с грузом просто умирает хотя турбина все свистит на переключениях стреляет как и на всех машинах хотя на синий по моему не стреляет у меня но синий везет и без того вот и если я прокачусь тачка будет тянуть охренительно я прям сразу внизу прикреплю вам номер телефона этого парня ну в принципе виталик чинил товарищ мой у него еще виталькин товарищ с рязани по моему тоже у виталик же зовут или не помню но не важно вот все они довольны а буду ли доволен я узнаем сегодня или завтра но вы узнаете в этом ролике конечно же а пока я погнал другие дела делать потому что дел просто не в проворот всем здоров новый день у меня вчера машину мне так и не отдали по форсункам с форсунками да и дело в гараже я не делал все дела делал бумажные так называемые вчера приехал полетник я вам не показывал сейчас в таком он разобранном состоянии надо будет его отсюда убрать аккуратно разобрать эту решетку убрать машину деть санькову и подогнать сюда красного пожарного тягача делать ему ты ложку замены поддона потому что течет там ой не поддона прокладку на поддоне буду менять что течет он там ужасно надо сейчас ключи все найти виктор и загрузился но не едет захворал маленько надеюсь сегодня клемается делаю тут не спеша дела ела еле заехал на свои шпалы на свою эстакаду заколебала лед с утра сейчас уже даже подтаяло не так пришлось из решетников под наложить чтобы не убегали они уже поменял все фильтра здесь что сильно масло так бежит один болт получается не притягивается потому что вертыш вывалился и никак его уже там не сделать собрался проклад прокладку поддона менять но не знаю может отсюда так лилось сильно хрен поймешь тут прям лужица в кого в колодце стоит видите нет я уже помыл крышку сейчас я все равно сниму чем поколдую чем сделаю постараюсь и поставлю туда фильтр новый вырежу мне был будь новый фильтр с новой прокладкой может новая прокладка получше будет вот потому что тогда буду снимать поддон менять ту прокладку а так в принципе все уже фильтр осушитель еще не поменял сейчас его сразу поменяю пока когда меняю фильтра солярочные топливные все перчатки уделываю поэтому это что тут такое наклейка для а это голограмма издалека кажется как наклейка думаю на фильтр откуда она взялась короче говоря это пока перчатки чистые надо сейчас фильтр тот поменять осушительный и чё и ничего соли накидал все потекло все заехала там из-под телеги тоже уезжал все колеса провалились все подтаяло но всегда всем советую зимой если вот так вы приехали с выходного грубо говоря у вас стоит телега никогда в жизни не пытайтесь отцепиться о как текло масло видите это вот масло течет с поддона соответственно уровень володька заколебался подливали где не встану везде лужам короче совет такой сначала заводите всю сцепку прогреваете если ленивец есть поднимаете если он не автоматический проезжаете хотя бы метр из этих ям потом расцепляетесь но я вот здесь тоже соли просыпал до суд доехал опустила просыпился свободно выехал ну и как бы я и тут то не буксовал наученный опытом зная как трогать на и веках на автоматах ты не только на автоматах вот видите тоже ленивец стоял промерзший но ленивец хотя бы работает был поднятый это кирилл фанеру менял купил себе так по форсункам пока не звонит не он сказал в два часа дня отдаст не знаю там видно будет так дать санька машины я перегнал сегодня я тут до ночи скорее всего это тоже все протаянное стоит полетник еще я не убирал так хожу по нем здесь хочу им будет он новый в общем пойду крышку заднюю снимать вытащил фильтр конечно принципе есть у меня небольшая радость то что прокладка вот видите по краям вся скукоженная старая не знаю вообще я его менял когда-то или нет может быть сейчас новый будь все нормально и вот все кто спрашивает как вырезается вот так я вырезаю просто болгаркой видите вот такой квадрат если честно хотите мое мнение мое честное мнение я считаю это все неправильным я считаю фильтр сапуна должен выполнять свою функцию то есть фильтрить потому что по стольку поскольку газы хоть они выходят до давление обратное но тем не менее грязь попадает обратная с улицы в любом случае сюда в мотор но у нас россии так принято если не вырезать фильтр и направить его в турбину то турбина мокрая все турбины абсолютно мокрые какие бы машины у меня не были к такие бы с европы даже приходили с нормальным фильтрами у всех этот патрубок мокрый сейчас покажу какой патрубок кто не понимает все равно тулю турбина на себя сосет вот здесь все у вас будет мокрая хорошо если только здесь сейчас как вы видите все сухо и еще раз напомню это турбина с красной машины с красные веки ближайшее время просто когда вам рассказываю на что-то обращаю внимание видите ремень за что-то цепляет видно да надо найти за что он так цеплял вот но это ладно ближайшее время если там у меня все наладится турбину буду менять хоть и это работает иногда подклинивает геометрия надо и молоточком тюкнуть по ней чтобы опустился шток да как там специалисты пишут не открылся а закрылся что открылся он или закрылся подразумевает то что если он вниз уходит значит турбина работает эффективно если он закрылся вверх поднялся по вашему открылся да понятно там дырка увеличивается имеется ввиду все это так что не надо там умничать все прекрасно люди понимают о чем рассказывается и уж я то точно понимаю о чем я говорю вот поэтому сейчас фильтр у меня новый получается лежит на этом на автономке чуть греется чтобы резиночка размякла помажу ее маслицем и буду насаживать ну смысле не буду она уже здесь насажена сама по себе вот такая сейчас буду когда ставить покажу колбин шмидт будет у нас фильтр вот и покажу как это выглядит новый фильтр с новой прокладкой видно вам вообще и вот здесь она не топорщица ровненько стоит вырезал я уже эту фигню другие кстати умы утверждают что если фильтр если сапун оставить в турбине то турбина помимо того что она сосет это масло она же по сути эта грязь сосет на себя эта грязь короче тут палка о двух концах все почему-то неоднозначно в какой бы сфере в каком виде деятельности это не было и так и сяк одни говорят так правильно другие так правильно поэтому делаем так как стоит на всех машинах ездили без горя и дальше надеюсь горе знать не будем единственное нет все правильно я сделал нормально да думал не с той стороны вырезал нормально принципе пойдете пойду лепить так ребята и девчата смотрите что я сделал я вытащил отсюда точнее не сами выскочили вот эти два вертыша и я в этой пластмассовой крышки ну то есть да кто на курсорах знает что это одна крышка в ней сделаны вертыши потом вторая выворачивается с фильтром сапуна я метчиком на 10 прорезал резьбу прям в пластмассе и ну да вот так некрасиво к шайбу большие ну чё-то я мелких красивых не нашел нержавейки закрутил сюда эти два болта эти все тоже везде все по прижалась все четенько смотрите как плотно прям тогда усер я тянуть не стал ну вот почувствовал ключом когда все хватит на на здесь принципе уперлась прокладка свежая мягкая еще на автономке полежала я думаю она тоже там скукожилась но я ее маслом всю промазал все как положено это вот видите подтеки это я маслом мазал чтобы все она там сам сама распорить распрямилась так как ей надо все время говорю там где такие прокладки надо все время смазывать маслом вот здесь например на клапанной крышки тоже промазываешь сначала головку верхушку прокладку всю промазываешь и когда здесь болтами на 6 подтягиваешь она вот так вот поджимается туда то есть вот так раз и она должна маленько соскользить точнее она бы должна маленько поджаться и в этот момент она должна соскользить они задраться или залупиться кому как нравится вот сейчас все установил вовчик поездит посмотрит если вот эти мои манипуляции никакому результату положительному не приведут тогда я буду заказывать целиком эту крышку стоит она немало но не знаю какой выход еще из этого придумать мы с виталиком уже наверное по два раза нет по разу то точно покупали может даже уже кто-то два раза из нас покупал эти крышки соответственно вместе с этими новые нулевые главное что были оригинальные оригинальные прокладки и в принципе все ходит вот я не помню на какой машине менял викторович приехал вот но это дело пока работает но точно не на этой может на красный когда мотор делали короче ладно не помню буду сейчас здесь собирать и снимать поддон закончил с той ложкой надо здесь сейчас еще трубка протерлась не знаю что с ней делать если честно менять целиком тут обычная история не у нас протираются менять целиком нет желания надо попробовать найти железный фитинг на 10 наверное на 12 пойму одинаково они тут сели разные эти трубки и юбку бампера подвязать володька хуярит у нас нормально сейчас наши родненькие хомутики и саморезики исправят ситуевину благо это юбка евро 5 рестайлинговая здесь можно прям снизу подлезть она далеко от топырина она евро 5 не рестайлинговый там она идет вот так с углублением и прям к брусу железному и хрен там чё сделаешь на у илюхи тут вообще можно пешком ходить тут не юбки не хирубки вообще ничего нету нормальная тачка месяц не мылась что пойдет к фестивалю отмоется ильяс викторович наверно так думает ну и все и надо наводить порядок до форсунком никак мне не позвонит алексе только все обещает мы уже с виталькой переместились заявкой приехали чё там виталь косяки блин заколебали эти губы уже затрат ну чё будем пробовать заводить этого фанта холодный пуск алексей даже массу выключил или нет а нет не выключил это мои заблуждения были ну тележками давай не подведи что-то тут тепло в кабине масло уровень нормальный показывал а вот он сказал она дымила сначала вообще когда форсунки запихнул потом вроде переставала переставала но да да о запах другой тележка у деда моего водички есть а это моя кстати канистра так что этот у нас выехал на трассу но тут мне проехать два километра буквально даже полтора вроде так претут на восьмой нажимаю правда с 1200 с 1200 под ватт и пошла пошла вообще турбинчик свистит но понятно что я еду на голове и толком ни хрена не будет понятно сейчас я в гараж приеду подцеплю прицеп и поеду по своему там круг у меня есть как он называется обкаточный проверочный о тележка китайская с виталиком все китайские грузовики теперь тележками называем своя тележка все равно роднее как ни крути садишься и радуешься ностальгируешь что ли так сказать блин кулиса мне все-таки не нравится вот не ездил я на ней так на месте регулировал не нравится я конечно еще подрегулировал но водитель ним не говорит мне ничего может его устраивает прям до седьмой передачи тянуться надо а он еще раз точкам маленький как он ездит но в следующий раз не следующий раз тут уже в принципе сейчас кружок он сделает завтра у него загрузка на казань не вон прям в букс кидается сразу это я историю знаю что если на асфальте в букс кидается значит тянет прилично кружочек дед сейчас на казань сделает водитель и будем ты ложку делать на этой машине и заодно чуть-чуть кулису еще круто ну просто сегодня мне уже переодеваться не хочется еще раз виталька едет сзади и у подлатал бампер как но и хомуты делают вещи сейчас еще снег самый такой жесткий сети сугробы не знает что не вечно тырчатся в них так клемму чуть подрихтовал не знаю на рейсе бы хватило потом тогда новое кб подкинул хотя у нас как я володь сейчас сказал все временное то постоянное володька поехал у рейс лампочек она включал половину телеги сказал где-то не горит там ага не горит с этой стороны значит снимать будем с этой стороны володькину тележку погода бомба к морозцу илюшка груженой водой завтра поедет энергетиком каким-то передачи шуль перепутал да вовчик все трогались сегодня вообще без палева в общем я так понял в городе негде испытывать потому что подморозило и скользко я на газ нажимаю она в бук скидается но едет просто прекрасно я думаю водитель оценит но по крайней мере тот водитель который на ней ездил он же понимал что она не ехала и как она едет сейчас так ну прокатился понравилось мне очень все-таки форсунки новые решают хоть это и не новые после капитального ремонта форсунки поэтому номерочек здесь внизу оставлю парня который делал он ничего не знает про то что я снимаю на видосики но тем не менее если кто-то на и веках можете смело обращаться я вам говорю виталик доволен я доволен еще там есть парень один доволен так что можете звонить смело делать форсунки делает он их довольно таки быстро ну раз на раз конечно не приходится бывает что работа у него говорит навалится как мы в моем случае но за три дня все равно сделал мне вот поэтому все охренительно завтра эта тачка в рейс уезжает а я завтра буду крону ставить два последних колеса новых и все и готова она будет так что на сегодня все погнал я домой завтра включу всем здоров новый день маленько проморгал как водитель машину после ночи завел но так могу на словах вам сказать что раньше она по утрам заводилась и потраивала так тут утрых тирдых 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 пурдых мурдых сейчас завелась просто с полуоборота дрынь и все готово вот так что все ништяк дед водитель ходит за мной все ну как ну как лучше стало я говорю на себя поедешь расскажешь мне лучше тебе стало или нет я поеду это ж надо загрузиться потом пробовать я говорю ну а ты чё в казань пустой что ли поедешь сейчас загрузишься и всем не расскажешь что куда к чему сейчас посмотрим какой хринатолич будет трогаться и ехать хотя уже подтаяло все времени у нас получается наверное 11 главное чтоб не васяк мой не засадил виталькин туарех то ладно все-таки самое главное это него кабина шорк шорк делает так ну понятно все как всегда у нас давай анатолич бузу еще догоню тебя да поеду надо заправить его по своей карте есть там маленькие проблемы по заправке у нас поэтому надо заправить со своих денег вот он вот он летчик носится как чумовой ехал я за ним сейчас по городу не тянет машина я попер давай ой не могу я говорю как машина едет как ехала так и едет пока двадцатку говорит не загружу не скажу тебе ничего а вот жду теперь буду ждать когда загрузится и сообщит он мне прилетел в гараж по-быстрому у меня всего есть времени час на все про все вот одно колесо уже собрал в крону блин заколебало крону сдуваться то до этого не сдувало сейчас через день полтора прям сдувается на колени практически садится накачал кроне в кроне воздух сейчас два колеса подкину оставшиеся и все и буду здесь наводить порядок но это если я в час уложусь и в принципе все нормально пока что Виталька промчался так ну теперь все колеса точно а у меня тут еще пни гребаные стоят еколом она как их убирать ой блин отбил обе ноги на одну ногу колесо упало на другую я сам ударился коленкой короче все колеса теперь на кроне стоят все по кайфу все отлично но тут обнаружилась другая фигня что пришла весна начал лед и снег с крыши таять и новая крыша она кроне у меня тут новая крыша оказалось течет зараза ой сейчас я залез в рептики вот так здесь натекло уже так я вчера видел откуда-то вон капли висят ну как так а это очень-то надеялся что это конденсат но он бы тогда везде тек а течет в одном месте почему-то зараза вообще по хорошему залезть бы туда и скинуть все это дерьмо может я сейчас это и сделаю у меня еще полчасика есть сейчас погляжу доложу вам тогда обстановку вот сколько осталось маленько совсем снега сейчас скину кости тут сороки вороны гребаные из дерева накидали костей ой по-хорошему и отсюда снег бы скинуть потому что крыша у меня там течет когда сильно много навалит когда дождь сильно идет ну и сейчас я разберу этот ящик имеется ввиду деревянный солнце синий ярко светит и занесу все в бокса в боксе сначала разберусь бар так свой после этих колес чего куда девать правда не знаю половину по выкидывать надо разобрался с барахлом правда эти крышки вы уж не не стал заносить а так поддонами их прикрыл здесь разобрался все четенько полетник положил колесики все расставил лишнее выкинул даже не могу понять что здесь было лишнее мне кажется ничего просто все было валялось как попало так связи с этим кириллу ярославовичу большой привет из санкт-петербурга я порядок навел кирилл можешь приезжать принимать да и хочу вам сказать что в следующем ролике я еду к нему в гости к нему и возможно к андрею шефу ой как у него канал то называется будни шефа у кирилла канал называется свои грабли так что будем встречаться там в городе на ниве и пользуясь случаем еще хочу предать предать бен передать привет серёге крановому из липецка серёга привет тебе долго ты ждешь привета вот наконец-то я не забыл вчера читал твой комментарий обещал в этом ролике тебе передать правда прошло наверно уже три недели как смотришь после того ну и в принципе заканчиваю на сегодня надо пойти переодеться и валить домой и рвать когти на железнодорожный вокзал на поезд так что всем кто досмотрел до конца всем удачи всем пока